В Чебоксарах прошел вечер памяти первой чувашской киноактрисы, писательницы и переводчицы Татьяны Бурашниковой, известной под псевдонимом Таня Юн. Архив электронной документации подготовила к этому событию ретроспективы ее фильмов и фотографий. Спортсменка, комсомолка, активистка и просто красавица – это про нее. В начале 1920-х годов юная учительница физкультуры пришла в театр и осталась с нем навсегда. Яркая и способная девушка покорила сердца не только чебоксарской публики, но и режиссера Максимова Кошкинского, став на долгие годы его женой и музой. Во многом благодаря ей в Чувашии появилась собственная киностудия. И Аким Степанович и Татьяна Степановна работали без устали. Фильмы, снятые в те несколько лет, разошлись по всему миру. Их покупали в Египте, США, других странах. К сожалению, на родине сохранились лишь фрагменты нескольких кинолент. У нас мало фильмов осталось из-за того, что были репрессированы Аким Степанович и Татьяна Степановна Максимова Кошкинские. У нас буквально несколько частей. Это одна часть «Ялвихрь на Волге», «Страна Чувашская» и «Священная роща». Поэтому эти фильмы пользуются большой популярностью у молодежи. В начале 40-х Таня Юна и Максимов Кошкинский были обвинены в шпионаже и отправились в лагеря. К счастью, ненадолго. Но реабилитация и возвращение званий пришлось дожидаться долгие годы. Все-таки у них такая сила была внутренняя. Это мы чувствуем до сих пор и сегодня. Несмотря на все жизненные трудности Татьяны Степановны и Аким Степанович, все эти годы верой и правдой служили просвещению и развитию национальной культуры. В истории республики они остались первопроходцами и подвижниками чувашского кино. В преддверии такой замечательной даты, 115 лет со дня рождения чувашской киноатрисы Татьяны Юн, руководство города совместно с комиссией по номинанию улиц включило в резерв одну из улиц города Чебоксар, которая появится в одном из новом микро-районов города Чебоксар. И мы эту улицу назовем именем Татьяны Юн в ближайшем будущем, я думаю, возможно, даже в этом году. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.